МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России Ростовская область очень перспективны с точки зрения развития туризма регион с богатым культурным и историческим потенциалом. Больше 200 миллионов рублей собрали жители Ростовской области на строительство музея Самбикские высоты. Об этом сообщает сайт губернатора. Основная идея музейного комплекса – воссоздать историю трагических и героических событий, прорыв МИУС-фронта, осмысление его значительной роли в исходе Великой Отечественной войны. На разработку сметы бюджета выделили 15 миллионов. По проекту в Никлиновском районе появится комплекс, сходный с музеем на Поклонной горе в Москве. Строить его будут исключительно на пожертвования. Уже почти полтора миллиона билетов на чемпионат мира по футболу распределили между болельщиками. Об этом сообщает пресс-служба FIFA. На данный момент больше всего заявок поступило из России, на втором месте болельщики из Колумбии, на третьем – бразильцы. В числе лидеров также фанаты из Перу, Германии, США, Мексики, Австралии, Англии, Аргентины и Польши. С полудня вторника стартует следующий этап продаж. До 3 апреля билеты можно будет купить в порядке живой очереди на сайте FIFA. Те, кто уже приобрел билеты, должны оформить паспорт болельщика для входа на стадион. 6 миллионов рублей потратят ростовские власти на благоустройство и озеленение фонтанной площади. Такие документы размещены на сайте госзакупок. Речь идет об очистке тротуаров от мусора, травы и снега. Кроме того, на выделенные деньги будут следить за чистотой газонов и урн. Кроме того, здесь предполагается высадить цветы ко дню города. Ростовская МРЭО изменила график работы. Как сообщает прислужба ГИБДД, по вторникам, средам, пятницам ведомство будет работать до 6. В субботу до 5, а в четверг с 8 утра до часу будут принимать только тех, кто обратился через портал госуслуги. То же самое будет и в последнее воскресенье каждого месяца. Новый следственный изолятор откроется в Ростове в этом году. Об этом в эфире радиостанции «ФМ-на-Дону» заявил руководитель пресс-службы ГУФСИН по Ростовской области Борис Мархуян. Первый корпус СИЗО на тоннельной заработал несколько лет назад. Сейчас там содержится более 500 человек. Здание СИЗО номер 5 будет располагаться на улице Тоннельной возле колонии номер 2. Также сообщается, что заключенные нескольких колоний в Ростовской области займутся производством урн и майонеза. После очередного обвинения Инстаграм отключил новую популярную функцию. Как сообщает Привет Ростов, теперь пользователям популярной сети недоступен сервис, позволяющий использовать гиф-изображения для оформления фото и видео. Причиной отключения сервиса стали так называемые расистские гифки, которые обнаружили администраторы сервиса. Так, одно из гиф-изображений, доступных для пользователей Инстаграм, представляло собой счетчик смертей в результате преступлений темнокожих. По этой причине интернет-пользователи обвинили социальную сеть в расизме, сообщает издание. В Инстаграм подчеркнули, что они не могут быть уверены, что подобное не повторится, и теперь гифки не вернутся в приложение. В мессенджере Телеграм появились заказанные ростовским избиркомом стикеры. По замыслу, они должны привлечь молодых избирателей на выборы президента в это воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости. Стикер-пак называется «Голосовать легко». В основном он представляет собой изображения молодого человека в разных ситуациях. Стикеры, например, показывают, как он спешит на первые выборы в своей жизни или радуется наступлению 18 марта. Потепление придет в Ростов уже в среду. Потеплеет на 2-3 градуса, а ветер стихнет. Правда, начнутся дожди. Они пойдут в Ростове ближе к вечеру и задержатся до выходных. На воскресенье синоптики обещают потепление до плюс 16, но будет пасмурно. И напоследок. Невозмутимая ростовчанка пыталась вынести продукты из магазина в трусах. Воровка не учла, что в торговом зале были установлены камеры и все ее действия были записаны. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как молодая девушка в торговом зале, озираясь по сторонам, начала засовывать продукты в нижнее белье, сообщает издание «Привет, Ростов». Наложив приличное количество кулинарных изысков в трусы, девушка еще немного побродила по залу и отправилась на выход. Для отвода глаз воровка купила что-то незначительное, однако на кассе ее попросили достать из тайника украденные продукты. Субтитры создавал DimaTorzok